Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение. Это «Открытая студия», совместный проект телеканала «Арктик ТВ» и радиостанции «Рекорд». Я ее ведущий Николай Дукмос. В гостях у нас сегодня старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, Любимов Юрий. И государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы Первого центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, Смагин Евгений. Господа, здравствуйте. Здравствуйте. День добрый. Рад вас приветствовать у нас в гостях. Мы уже успели с нашими спикерами пообщаться за эфиром. Узнали, что оба они матерые волки прямых эфиров. Очень часто посещают СМИ, Евгений в частности. И я попросил им дать возможность мне сегодня сказать хоть пару реплик, потому что их, скорее всего, будет не остановить. Но благо тема у нас действительно такая, она требует обсуждений, и с года в год мы к ней возвращаемся. Если вы пропустили вступление, если вы не видели анонсы, которые транслировались на телеканалах, то тема бесед звучит достаточно художественно. Весна идет, весне дорогу, только не по льду. Ну, если отбросить все эти художественные метафоры и литературные обороты, то мы с вами поговорим о обстановке и о том, как эту обстановку сохранять в режиме безопасности. Как для тех, кто передвигается на маломянных судах, так и для тех, кто у нас, в принципе, на севере таких очень много у нас людей, любит себя различным образом развлечь на водоемах самыми разными направлениями. В общем, в следующие 28 минут эфира мы посвятим именно этому, и если у вас возникнут какие-то вопросы на тему или комментарии, в пистолярном жанре через наши интернет-мессенджеры, через Телеграм, их можно адресовать в программу. Номер привязан к номеру плюс семь девятьсот двадцать один, семьсот восемь двадцать ноль шесть. Как мы договорились перед началом эфира, давайте начнем с небольшой статистики, чтобы у слушателей и зрителей было понимание того, о чем и как мы сегодня будем вести беседу. Ну, конечно, в рамках профилактической работы по предупреждению несчастных случаев и гибели людей на водных объектах, государственная инспекция по маломерным судам полномерно проводится профилактическая работа в целях недопущения трагических случаев. Провал под лед, так сказать, или утопление в холодной воде при эксплуатации маломерных судов в море. Поэтому, соответственно, этой работой постоянно в зимнее время мы занимаемся даже, можно сказать, больше, чем в летнее, потому что у нас непосредственно все внутренние водоемы замерзшие, это лед, а остались только, так сказать, Баренцево море. Но сейчас по ряду условий, так сказать, выпуск Баренцево моря несколько имеет свою специфику. Вот это остановимся позже на этом. Что делается государственная инспекция? Значит, патрулирование, лекции в школах, значит, в трудовых коллективах, выступления по телевидению, радио, как сейчас мы выступаем, публикации в печати, интернете. В целях, так сказать, доведения до людей информации, что надо делать в случае несчастного случая при пароварии под лед, значит, каким образом можно себя обезопасить, какая экипировка должна быть в случае необходимости, если человек идет там в туристический поход или на лыжах катается. Потому что сейчас мы вышли из, так сказать, глухозимья, полярные ночи, на улице прекрасная погода, солнце. Тут, конечно, я бы с вами поспорил, но я, в принципе, недоволен погодой на севере, хоть я родился и вырос здесь. Но я понимаю, о чем вы говорите. Это уже не такая глубокая зима, которая была, и у людей просыпается желание, так сказать, выйти из дома и порадовать себя чем-то другим. Конечно, то есть мы фактически как подошли к фактору определенного сезонного риска, будем так говорить, что масса людей выходит на зимнюю рыбалку, на лед, очень много людей в черте города катается, значит, даже лыжни сейчас везде сделали по озерам, это озеро Глубокое, Семеновское. Иванов Ручей, Каток, все прочее. Даже вплоть до того, чтобы будет в ближайшее время марафон проходить в прамках рамках праздника Севера, проложена лыжня по озеру Чайка, Глубокое, Рокозеро. Поэтому, значит, здесь, так сказать, создается степень риска какого-то сезонного, то есть провала-подлет. Я понимаю, что март, где-то начало-середина апреля, это вот как раз тот пиковый промежуток времени, когда мы попадаем в самую рисковую зону. Да, но оно не то, что, можно сказать, у нас дело в том, что протяженность Кольского полуострова в нашей Мурманской области достаточно велика, это 300 с лишним километров, даже больше, по расстоянию. Поэтому в южных регионах начинает где-то пораньше, в северных, извините, у нас даже вот по Серебрянскому водохранилищу уже до середины мая спокойно, даже до июня ездят на снегоходах по озерам. Ну, я имею в виду, наверное, чтобы для понимания зрителей и слушателей, как точка отсчета, давайте так будем считать, когда есть уже участки в нашем Кольском регионе, когда выходить на лед действительно становится опасно, и вот отсюда начинается пик. Понятное дело, что где-то еще сохраняется там в течение полутора-двух месяцев возможность выходить на лед, в том числе и на снегоходах, но если точка отсчета, то это будет как раз в март месяц. Ну, март месяц еще нет, я не могу рассказать, потому что у нас мы постоянно мониторим состояние льда, то есть мы проводим мониторинг состояние ледового покрытия, причем по всей области. То есть вот по статистике у нас где-то сейчас лед идет по среднему от 35 до 60-70, а то и до метра, так сказать, толщина ледового покрытия, то есть он достаточно безопасно. Есть опасные места, где выход на лед у Евгения остановится, попозже на этом будет выступать. Вот, но сейчас в данном случае смело катаются и на лыжах, и на снегоходах еще выходят. Но вот, к сожалению, могу два статических примера привести. Это у нас когда становление льда и, так сказать, половодие, когда у нас тоненький лед. Вот в прошлом году у нас в мае месяце трагический случай был на Верхней Туломе, это в мае месяце уже поехали люди кататься на снегоходе семья. Девочка у нас 16-летняя, к сожалению, там летальным исходом произошло. А при становлении льда, то есть это, так сказать, осень, это опасное время года тоже, у нас мальчик погиб в Волокурте. То есть тоже лед достаточно, вроде был прочный уже с 4 сантиметра, но тем не менее, опять говорю, водоем, он не дает стопроцентной гарантии, что он везде такой прочный лед. Кстати, важный момент, на котором мы сейчас останавливаемся, когда обсуждаем ледовую обстановку в эфирах, есть определенные цифры, показатели, я еще кое-какие моменты по этому поводу у вас уточню, ведется постоянный мониторинг, но то, что вы сейчас отметили, это фраза, которая всегда красной нитью проходит через подобные беседы, и я стараюсь под ней подводить еще и жирную черту. Водоем действительно не дает гарантии. Это природа, есть огромное количество факторов, которые невозможно предугадать и подсчитать, насколько бы аналитически точным не был подход. Безусловно, безусловно, потому что есть места, даже вот они обозначаются в школе безопасности, вот в школе проводим уроки, чтобы детишки знали, где можно выходить на лед, когда можно выходить на лед. Вообще, по правилам, по идее, если у вас нет такой необходимости, лучше на лед не выходить вообще. Но если вы уже выходите на лед, то есть такие определенные правила, догма уже, которого по перечню, прям по 1, 2, 3, что нельзя делать. То есть нельзя в темное время выходить. Если, значит, что никогда нельзя визуально оценить, так сказать, обстановку на льду. Если вы вышли на лед, у вас есть, допустим, видите визуально, тропинка, лыжня, все прочее, лучше передвигаться по ранее нахоженным вот этим местам, тропам. И, так сказать, соблюдать вот эти меры безопасности. Допустим, вот мы идете на лыжах, пешая прогулка у вас, вам предстоит преодолеть какую-то водную преграду, покрытую льдом. То есть надо что сделать? Во-первых, если у вас рюкзак, одну лямку снять, рюкзак освободится, петли с палок тоже снять надо с рук, имеется в виду, расстегнуть крепление лыж по возможности и передвигаться. Для чего это сделано? Чтобы по возможности при провале под лед, то есть может внезапно... Можно было освободиться от этих вещей. И использовать их как бы на увеличение площади опоры на лед, то есть те же самые палки, лыжи, так сказать, чтобы выбраться из этой полунии. Кстати, тоже спасибо большое. Я не помню, чтобы этот нюанс у нас в эфирах звучал. Одна из тех достаточно логичных вещей, как, например, передвигать по скалистым местам, если не держите руки в карманах, но можно регулярно наблюдать людей, которые беспечно, на такой неспешной походке передвигаются руки в брюки, как принято говорить. Относительно того, что выходить, постараться не выходить в темное время суток, это вполне логично и понятно. Я бы в светлое время несколько раз подумал, прежде чем этим заняться. Но когда ты видишь хотя бы протоптанную лыжню или какой-то маршрут кем-то уже пройденный, то есть очевидно, что шансы на безопасное передвижение твои повышаются. А вот относительно того, что надо освободить лямки и крепежи над своем обмундировании, ну, над своей амуницией, которую ты вместе с собой взял или эксплуатируешь ее прямо сейчас, вот этот момент поднимается нечасто. Спасибо, что его подчеркнули. Я думаю, станет полезной информацией. Я бы хотел ненадолго вернуться к цифрам. Вы сказали про то, что про безопасную толщину льда, что сейчас он около от 30 до 60 или до метра, и это считается... С юга на север. Да, и это считается безопасной толщиной. Безусловно. Дело в том, что, как из принятых, так сказать, из статистики предыдущих лет, так сказать, из наблюдения, считается, что безопасна для одиночного пешехода толщина льда где-то 7 сантиметров. Это имеется в виду, когда структура однородная льда, там все прочее, не пористая, как сейчас весной. Для одиночного пешехода берется какой-то средний вес, там, условно, мужчина 80 килограмм? Берется 80 килограмм, 80 килограмм, как вот обычно. Если вы, значит, свыше уже там 10 сантиметров, 15 сантиметров, к тому же можно, так сказать, на легкой технике моторизированной. Но опять же, вот у нас сейчас принято, принимаясь во всех муниципальных образованиях, то есть выпускается постановление, то есть по времени, вот в апатитах конкретно я знаю, что по времени, допустим, становления льда идет, то есть запрет на выхода на лед. То есть, допустим, до 15 декабря, или как они там местные определяют путем многолетних наблюдений, то есть до 15 декабря запрещают выход на лед в целях безопасности. Значит, вышел ты на лед, знаки ставят, то есть выход на лед запрещен, вот на Семеновском озере стоит. То есть это уже, так сказать, подлежит административной ответственности. Еще было бы здорово, если бы русский человек, глядя на эти знаки, понимал, что они означают, они, да, ладно, и так нормально, потому что и та статистика, которую уже вы в самом начале обозначили, ну и в общем, и целом понимание того, что происходит не только в регионе, а вообще по стране, показывает, к сожалению, обратную практику. Это все равно, что знак «окупаться запрещено», и десятки фотографий, видеороликов, как целые семьи, болтыхаются в водоемах. Вот это что-то, что-то в духе на особенности менталитета, который очень сложно искренне побороть. Насколько я понимаю, штрафные санкции накладываются на человека в случае нарушения. Дело в том, что правильно, что безнаказанность, она, так сказать, благотворная поселка нарушения закона, как говорится. Поэтому у нас есть в законе Мурманской области об административной ответственности, соответственно, статья за нарушение правил выхода на лед, все прочее, плавание, безопрещенных местах. Но дело в том, что, понимаете, огородить весь водоем, так сказать, проволокой или забором невозможно, и поэтому человек может с любой стороны подойти и, может сказать, просто этого знака не видел, не знаю, поэтому, соответственно, привлечь его к ответственности есть определенные сложности. Кстати, из любопытства, эти же знаки выставляются в определенных условных точках входа, я имею в виду там, где статистически чаще всего люди имеют возможность выйти к берегу. Да, но смотрите, у нас на Семеновском озере стоит знак «Выход на лед запрещен», рядом с домиком моржей. Но моржи, тем не менее, всю зиму купаются. Поэтому тут есть определенные сложности, надо решать. Это вопрос как-то более серьезно на законодательном уровне. И людям, понятно, объяснить сложно, почему вы мне запрещаете, вот мы всю жизнь катаемся тут на лыжах, все прочее, как им запретишь? Если лед безопасен, так сказать, вот мы мониторим информацию на интернет-ресурсах в СМИ, сколько толщина льда, ну 30-40 сантиметров, в принципе, не так и страшно, можно, в принципе, и кататься. У нас вот озеро глубокое катается постоянно, я сам там с собакой все время гуляю, ну видно. Когда уже тонкий лед, конечно, уже если горячие головы там какие-то выходят на лед, такие надо случаи пресекать, в корне, я считаю. Я с вами согласен. Еще один, кстати, важный момент вы сейчас подняли в качестве примера. Ну я же всю жизнь там хожу, и все в порядке. Я сегодня, видимо, часто буду проводить аналогии с высокогорным туризмом, но это вот ровно такая же история. Я знаю эту тропу, я по ней хожу всю жизнь. Мой отец ходил по этой тропе, мой дед ходил по этой тропе. Да, Мурманск строили вокруг этой тропы, все с ней в порядке, все замечательно. Потом ты выходишь, какая-то случился павода, какой-то сильный ветер, тропу замело, пару камней. Да, 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 и все. Вот нельзя быть, наверное, стоит это держать всегда в голове, ни в чем уверенным на 100%, когда ты имеешь дело с природой. Ну вот во всех ее проявлениях и в каждом из смыслов. Конечно, конечно. И в секунду меняется все. Это как при выходе в море. Вот, допустим, штиль стоит, лодка вышла в море, и внезапно налетел, тем более в наших северных условиях, шквал, и все, люди... Я потом попозже на этом остановлюсь, в моменте еще. Вы несколько раз сегодня сказали, что вот даже в своем собственном примере, вот на глаз определяешь, что лед достаточно толстый, что по нему можно ходить, все в порядке. А как вообще определить на глаз? Разве не используют специальные приборы? Ну, вы знаете, как, по сути, своих специальных приборов, наверное, не нужно для определения безопасного или небезопасного льда, да, есть некоторые визуальные признаки, по которым можно это определить. По цвету льда. По цвету? По цвету, да. То есть лед непрочный. Это, как правило, лед молочно-желтоватый оттенок имеет, такой мутный, да. Стоит обратить внимание на то, что непрочный лед, он не предупреждает, так сказать, предшествующим потрескиванием, он резко обрушается, да, то есть это нужно учесть. Позвольте, я вас переверну, просто сейчас такую важную информацию озвучиваем, а мне линейный ведущий дал сигнал, что мы подошли к рекламному блоку. У нас половина программы уже прошла. Давайте мы застрим на этом внимание на выходе из рекламного блога, чтобы у всех была возможность эту информацию запомнить и записать для себя на всякий случай. Так что не переключайте, я вам волнуюсь, свой телеканал, буквально 2,5-3 минуты, и мы продолжим беседу. Продолжает говорить и показывать открытая студия. Совместный проект телеканала «Арктик ТВ» радиостанции «Рекорд». Я и ведущий Николай Дукмаса напомню, что в гостях у нас сегодня старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области Любимов Юрий, и государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы 1-го Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области Смагин Евгений. Вторая половина программы. Сегодня мы говорим, я думаю, что будет корректно сказать, что это наш традиционный весенний эфир, когда мы напоминаем о ледовой обстановке, о том, насколько небезопасно, где, когда и при каких случаях можно выходить на лед. Если время останется в программе, мы сегодня еще и поговорим по маломерным судам. У нас там есть нюансы, мы хотели в первой плане программы вернуться. Но перед тем, как мы вышли на рекламный блог, для тех, кто присоединился к нам только что, я напомню, мы подошли к моменту, я задал вопрос на тему того, как вообще визуально определить, что лед пригоден для того, чтобы по нему пройтись. Ну, как пригоден, безопасен. Я предположил, что есть или надо использовать какие-то специальные средства и приборы, но мне сказали, что это можно определить на глаз. Вот вы, собственно, начали отвечать, мне пришлось перебить. Первое, что вы сказали, это его можно определить, оказывается, по цвету. Да, визуально, визуально. И бывает лед безопасный, небезопасный. То есть безопасный, прочный лед, он, как правило, имеет зеленоватый, синеватый оттенок. Это безопасный, да, безопасный, непосредственно однородную структуру по своей кристаллизации, то есть это некий монолит, да, не слоистый. А небезопасный лед, на котором можно, к сожалению, провалиться, он имеет цвет молочно-желтый оттенок, мутный такой, неоднородную структуру, то есть слоями, это где-то, допустим, подтопило солнышком, потом подмерзло, вот вам уже и слой. И я еще раз повторюсь, он не вызывает предупреждающих потрескиваний, то есть он сразу обрушается, и под него можно провалиться на небезопасном льду. То есть такой лед, он обычно, как правило, бывает на реках с сильным течением, да, с подводным течением, который подмывает его снизу, также непосредственно каких-то болотистых берегов, сточные воды от промышленных и коммунальных каких-то заводов, так сказать, да, отходы идут, да. А по поводу потрескивания, а на каком льду в таком случае этот звуковой сигнал можно уловить? Ну, на прочном льду, то есть, да, он в случае может дать такой незначительный звук или просесть, но он остается прочным, как бы, то есть вы не провалитесь, если время развернуться и уйти из него по своим следам. Но в любом случае это сейчас для тех, кто, как и многие в современном мире, основывает все практики своей жизни на кинофильмах. В любом случае, если ты слышишь треск на льду, это нехороший звук. Ну, само-самое. Это мы поняли правильно. Хорошо, спасибо. А если все-таки, это, наверное, самый нехороший, самый пагубный сценарий, который вообще можно озвучить, если так случилось, что ты где-то слышал примерно то же потрескивание и не успел среагировать, или не задумывавшись встал на лед, который оказался непрочным, и он под тобой провалился сразу. А я правильно понимаю, что есть определенный алгоритм действий, который поможет тебе выбраться живым, невредимым из этой ситуации? Да, алгоритм, безусловно, есть. То есть, во-первых, перед тем, как отправиться на лед, там, это рыбакам, там, любителям, да, рыбной ловли, при себе необходимо иметь некоторые спасательные средства. К примеру, это вот такие вот спасательные когти, да, которые, при которых, если ты проваливаешься в полонью, они тебе помогут зацепиться и выбраться. Это я далее расскажу. Также, возможно, есть у нас спасение и самоспасение. Для спасения какую-то, если кто-то, не дай бог, там тоже провалился, если вы видите веревку, чтобы ему помочь. Ну, к примеру, человек идет по льду, и случилась непредвиденная ситуация, да, он провалился. Во-первых, необходимо широко расставить руки, чтобы не уйти с головой под воду, да, чтобы не получить переохлаждение, потому что голова является самой быстрой теплоотдачей у нас. То есть тут уже вся твоя скорость реакции. позади залет и методами переката, ну, как бы ногу перекинуть на кромку льда, и методами переката потом попытаться выбраться оттуда, желательно в ту сторону, откуда пришли. Как любопытно. То есть, получается, наверное, самое главное, это, и самое сложное, наверное, одновременно с этим, это не паниковать. Да, само собой. То есть человек проваливается под воду, человек просто ныряет в воду, если неожиданно, в бассейн упал, на отдыхе. Ну, то есть такую ситуацию мы могли наблюдать миллион раз, первое, что он делает, это инстинктивно начинает... Ну, то там же воздействие на центральную нервную систему идёт, это тепловые рецепторы, да, то есть холодовые рецепторы, там, возможно, паника непроизвольная, но надо стараться себя удержать как бы хладнокровно в руках. Получается, когти, которые вы сейчас продемонстрировали, их нужно хранить где-то в быстром доступе? Когти, смотрите, когти обычно, они вешаются на шею. Как варежки у нас в детстве. На шею, да, как варежки в детстве, грубо говоря, но не в расстёгнутом, а застёгнутом виде, дабы, себе. И как только, вот они, пожалуйста, под рукой, то есть мы достаем когти и втыкаем его в лёд и подтягиваемся. То есть это облегчает намного задачу. А где можно приобрести такое устройство? В рыболовных магазинах сейчас это зачастую продаётся, да. Бывают люди, что делают их и сами, но лучше всё-таки заводской вариант, он более будет надёжный. Логично. Что касается спасения, а не самоспасения, вы отметили про верёвку, и мы тоже этот сценарий, я припоминаю, обсуждали в эфирах. Вообще подобные, дополнительные снасти с собой необходимо иметь. Я молчу про какой-то огонь, спички, сокревающую одежду и, естественно, верёвку. Важный момент, над которым многие либо спорят, либо недопонимают. Пока у нас есть возможность в прямом эфире, давайте озвучим. А многие, если, не дай бог, попадают в такую ситуацию, они наблюдают, как человек проваливается под лёд, и даже при условии, что у них есть с собой какая-то амуниция, которую они могут использовать, первое, что они стараются сделать, это подойти к лунке, либо подползти к этой лунке. Вот вопрос, в этом есть логика или такого делать не стоит? Ну, смотрите, очень важно не подходить к лунке и не пытаться пострадавшему протянуть руку, потому что там площадь опоры увеличивается, и как бы можно угодить в полынью вместе с пострадавшим, и там уже двоих нужно будет спасать. Если вы увидели, что человек терпит бедствие, непосредственно провалился в полынью, нужно также спокойно на всё это реагировать, оценить расстояние, подойти, и не доходя где-то порядка трёх-четырёх метров, лучше по-пластунски или ползком, закинуть ему эту верёвку, чтобы он её поймал, и его вытаскивать. Если нет верёвки, можно как-то привязать шарф к ремню. Какой-то элемент одежды. Да, элемент одежды, чтобы связать вот этот непосредственно, так сказать, канат спасения. Также может быть ещё это какой-то там, не знаю, палка от дерева, прут и так далее, ну, чтобы непосредственно не протягивать руку. Ну, в общем, ключевой момент, да, подходить к лунке, но на расстоянии около трёх-четырёх метров, не бежать, не кататься, не прыгать, ползти. Не то, что даже безопаснее будет ползти, не подходить, а ползти. Да, да, подползти к лунке, не протягивать руку, потому что это только усугубительская ситуация. Насколько я знаю, есть случаи, и многократно повторяются из года в год, я сейчас, опять же, не про наш регион говорю, а про случай по России, да и по миру в целом, когда попытка спасения наступающего человека провалившилась под лёд, приводит к ещё большей трагедии, к ещё большему обрушению льда и большему количеству жизней, которая подвергается опасности. Ну, далее, если мы, как говорится, уже помогли, он уже непосредственно оказался из воды на суше, одеть ему сухую одежду, либо отжать эту одежду, да, то есть, ну и напоить при наличии тёплым напитком, чаем, желательно. Тут тоже, наверное, уже от себя хочу добавить, я думаю, что мои гости будут со мной солидарны, когда мы говорим напоить тёплым напитком. Это не завуалированная метафора тёплых напитков, которые мы так любим по праздникам всей страной. Это действительно безалкогольные тёплые напитки, которые помогут согреть свой организм. Алкоголь угнетает нервную систему, поэтому, соответственно, и даже растирать то же самое, тут остановиться можно, что когда человека извлекли из холодной воды, то есть у него переохлаждение определённо наступило, в зависимости от времени, сколько он там находился, растирать тоже нельзя, чтобы кровь, охлаждённая кровь от конечностей поступала в сердце, так сказать. Не в сердце, а в середину организма. Иначе это может привести, то есть, ну, к печальным последствиям. То есть согреваем, но не растираем. Да, не надо растирать, это да. И плюс ко всему, давайте вот остановимся на алгоритме, немножко, так сказать, акцентируем внимание. То есть человек провалился, то есть такой случай произошёл. То есть первое, что надо, как правильно Евгений сказал, что не надо стараться окунуться с головой, это раз, поворачиваемся на 180 градусов в сторону, это первое, что куда мы, откуда мы пришли, потому что иногда бывает, что в панике, теряющий ориентир, ориентир начинаешь идти вперёд, а там ещё хуже. Вот, позвать на помощь, то есть крикнуть, помогите, спасите, вы не видите там, кто есть, нет. А хоть пожар, да, подать знак, что человек черпит бедствие. И уже, так сказать, действовать, как Евгений говорил, чтобы выйти на лёд, перекатиться, бежать. Дальше, если у вас групповое спасение идёт, здесь надо действительно сразу оказание помощи после погружения в холодную воду. То есть каждый человек может поделиться какой-то частью своей одеждой. То есть сняли с него мокрую одежду, кто-то дал варежки, кто-то шарф, кто-то шапку, значит, кто-то куртку там в тепло одессует. А надеть его в какой-то вот тёплый наряд, чтобы он не простудился дальше. К слову, про тёплый наряд. Я думаю, подробнее этот алгоритм мы уже можем рассмотреть в рамках информации, которая расположена на профильных ресурсах в интернете. Конечно. Да, конечно. Продемонстрировать этот жилет, примерить его в завершении программы. Ты его выкатись, чтобы тебе голову не обрезать. Да, так нас будет хорошо видно. Спасибо вам большое. Вот этот жилет, замечательно профессиональный. Ну вот так вот, да. Спасибо огромное. Ну, я думаю, механика мы уже поймем. Спасибо вам большое. Этот жилет станет вашим, друзья. Мы радуем лишь за то, чтобы абсолютно каждый наш зритель, слушатель, да и вообще каждый житель региона, его гость, был всегда в абсолютной безопасности при любой ситуации и в любой обстановке. Я рада, что у нас есть возможность во время таких прямых эфиров напоминать о иногда очевидных, но очень важных вещах, особенно когда мы подходим к достаточно опасным сезонам в том и в той или иной степени. Итоги розыгрыша, и это не шутка, состоятся 1 апреля. Но о наших гостей я благодарю за визит, за демонстрацию, за то, что пришли и рассказали много полезной информации для всех, кто присоединился к нашему вещанию. Господа, спасибо большое, было приятно пообщаться. На этом все. Всего вам доброго. Взаимно, господин ведущий. До свидания. Открытая студия